Единственная вещь, которую мы знаем 100% наверняка, это то, что все мы умрем. Все остальное как бы непонятно. К смерти эмоции очень трудно испытывать. К ней относиться нельзя. То есть нельзя, поскольку смерть – это тайна. Я могу сказать, что я к смерти новый. В моем понимании это какие-то такие сакральные вещи. Исключить смерть из коммуникации – это не просто потерять себя, это потерять смысл жизни. Как только человек задумается о смерти всерьез, тогда у него и возникнет прямая мотивация к тому, чтобы изучать иностранный язык или компьютерную игру Mortal Kombat или еще что-нибудь. Как часто мы думаем о смерти. О том, что нас и всех, кто нам дорог, когда-то не станет. О том, что будет с нашим телом, когда мы умрем. И как меняется отношение к этому неизбежному событию со временем. Такие вопросы как будто вытеснены из нашей жизни и публичного пространства. Но есть люди, на которых это негласное табу не распространяется, потому что смерть для них – повседневность. Есть сложности психологические, когда ты видишь молодую женщину, когда ты видишь ребенка погибшего или умершего. Здесь иногда возникают трудности у людей, особенно неопытных в этой части. То есть они переживают так, что потом могут вообще убежать из этой профессии, потому что они не могут этого выдерживать. Я своего отца, когда он умер, я тоже занимался его подготовкой. Но было трудно, прямо скажу. Потому что он родной человек. Дмитрий – тонатопрактик. Он подготавливает тела усопших для церемонии прощания. В этой профессии он 17 лет. Для России это относительно новая специальность, которой Дмитрий учился за рубежом, а теперь и сам учитель. Сейчас мы сможем узнать тонкости этой необычной профессии, которую, как говорит сам Дмитрий, трудно назвать приятной. А вот интересной – легко. Все происходит здесь, в Бальзаматорской. До того, как попасть сюда, тело из морга проходит этапы дезинфекции и пребывания в холодильнике. Дальше осуществляется его санитарно-гигиеническая обработка. Смерть рисует свое лицо. Происходит обезвоживание кожи, искажаются черты, мышцы теряют тонус и расслабляются. Все это не может не пугать. Облик человека меняется настолько, что иногда даже родственники не узнают близкого. Особенно, если какое-то время до смерти его не видели. А значит, не обойтись без специального инструментария. Ну, вот, например, такое приспособление для закрывания рта, да, для того, чтобы с помощью небольших гвоздиков, да, скажем так, и проволочки вот таких, закрыть плотно рот. Потому что рот – это проблема всегда. Рот у мертвого человека всегда открыт, все мышцы расслаблены, и поэтому его нужно закрыть. Вот такими проволочками закрывается рот. Фраза «Краши в гроб кладут» вошла в обиход не случайно. Каждому усопшему делают посмертный макияж. Он помогает скрыть трупные пятна, синяки и прочие отметины смерти. Для этого используются как обычная косметика, так и ритуальные косметические спецсредства. Тональная основа, румяна, помада, тени, тушь, подводка для женщин. Мужчинам макияж тоже нужен, но менее заметный. Необходимо привести в порядок волосы, иногда делается даже маникюр. Есть здесь и аэрограф, чтобы наносить косметику было удобнее, и все необходимое, чтобы создать посмертный образ, который бы не усугубил шок близких. Например, специальные растворы для придания лицу объемов. Для того, чтобы восстановить некоторые части тела, части лица в частности, для этого используются бальзамирующие растворы, которые с помощью инъекций вводятся в обезвоженные части, для того, чтобы восстановить лицо. Например, можно восстановить губы. Здесь, видите, сильно они обезвожены. То есть мы можем их подкачать. Как вот косметические сейчас операции делают, подкачивают. Вот то же самое делаем и мы. Макияж – это всего лишь декоративная часть работы. Бывают куда более сложные случаи, когда необходима реконструкция тела или его отдельных частей. Если умерший получил ранения, травмы, то здесь не обойтись без специальных средств, вроде скульптурного пластилина или воска, при помощи которых можно, например, воспроизвести участки кожи. Особое внимание рукам и лицу. Остальные части тела можно скрыть одеждой. И макияж, и реконструкция лица делаются при помощи фотографии. Однако полного сходства с живым человеком достичь невозможно. Задача Тонатопрактика – создать не максимально похожий, а достойный и умиротворенный образ умершего. В сложном случае это была женщина с огнестрельным ранением, где не было вообще черепа. То есть он был изъят, и была просто кожа головы, и нужно было восстановить полностью голову внутри. Ну вот там ушло часов, наверное, 8, я думаю, на восстановление. И кроме того, ещё отсутствовала половина лица. То есть нужно было воссоздать. То есть это была, а это нужно было воссоздать с помощью пластилина. То есть сделать копию на этой части, так, чтобы это ещё не было заметно. Ещё один важный этап, скрытый от посторонних глаз – бальзамирование. Это сохранение тела с помощью консервантов, которые предотвращают процессы гниения и распада. Такую процедуру желательно делать не позднее 12 часов после смерти. Но на практике тело попадает к специалистам гораздо позже. Здесь речь не только об эстетике и страховке от трупного запаха. Бальзамирование необходимо и для того, чтобы церемония прощания была безопасной. Ведь от мёртвого тела могут передаваться инфекции живым людям. На одно тело приходится около 10 литров раствора. Как правило, это формалин и спирт. Существуют разные виды бальзамирования. Инъекционное – когда раствор проникает в части тела при помощи шприца. И поверхностное – раствор наносится на кожу и впитывается через её поры. Полное артериальное бальзамирование занимает около полутора часов. Но его в России проводят нечасто, только если планируется транспортировка умершего в другой город. Практика продлять жизнь человеческому телу после смерти уходит в древность. Самые совершенные техники бальзамирования пришли из Египта, где верили, что важно сохранить тело для жизни в загробном мире. Фараона вскрывали. Все его органы помещали в отдельные горшки. Мы видим, что бальзамированием занимается Анубис. Анубис – это бог с головой шакала. Как известно, шакалы – животные трупоядные. Египтяне относились к ним спокойно. И Анубис, после того, как вскрыл фараона, промывает его благовониями и помещает в кальцинированную соду. Затем он остается там несколько дней, дезинфицируется. После чего берут бинты, настоянные в пальмовом масле, и начинают его заворачивать. Когда бинты высохнут, получается плотная жирная корочка, которая защитит фараона от влаги. Вплоть до XIX века бальзамирование не было массовым. Заказать такую процедуру для усопших близких могли позволить себе лишь привилегированные слои общества. Массовость применения пришлась на период гражданской войны в США. В 60-х годах позапрошлого века этой процедуре подверглись тела тысяч солдат, которые было необходимо похоронить на родине. Президент Авраам Линкольн также воспользовался услугами бальзаматоров. Они сохранили тело его 11-летнего сына Уильяма. Три года спустя, в 1865 году, тело мальчика повезут в поезде по стране вместе с телом убитого президента для масштабной церемонии прощания. В современной истории практиковалось консервирование тел умерших лидеров коммунистических государств. Одним из ярких опытов стало бальзамирование тела Владимира Ленина. Его по сей день можно увидеть в Московском мавзолее, а силиконовую копию в Музее мировой погребальной культуры в Новосибирске. Перед учеными стояла задача не просто сохранить тело вождя, а воссоздать прижизненный облик покойного. Сегодня в России только начинают перенимать тонкости искусства предпохоронной подготовки тела. За рубежом эта культура существует давно. Так и практика кремации у нас пока только начинает распространяться. Сергей, начальник газовой службы крематория. Он покажет нам, как организован рабочий процесс оператора печи. Тело отправляется в последний путь. Процесс кремации автоматизирован. Под воздействием высоких температур тело разрушается на мелкие фрагменты. При поступлении к нам тела, ему присваивается, так скажем, штрих-код определенный, и он уже сопровождает тело по всему крематорию. То есть зал прощания. Здесь, то есть на экране мы видим фамилию кремированную, записывается время. Вручную загружается тело, гроб с телом. Дальше нажимается кнопка, и процесс все идет автоматически. И при температуре от 700 до 900 тысяч градусов происходит процесс кремации. В среднем для кремирования тела взрослого человека обычной комплекции требуется от 80 до 120 минут. По окончании процесса образуется смесь сгоревших костных останков. Бывает, что из печи достают и металлические предметы – штифты или протезы. После остывания праха их утилизируют, а останки с фрагментами костей отправляются в специальное устройство. Кремулятор, где прах превращается в порошок однородной консистенции. Самое сложное в работе здесь – это технические нюансы, вроде наладки оборудования. Никакого страха, тревоги или грусти, говорит Сергей. Все эмоции от контакта с умершими уходят уже после двух-трех лет стажа. А само отношение к смерти в процессе работы здесь стало проще. Формируется привычка – обычные обязанности, которые он, кстати, не хотел бы менять на любые другие. Это орел какой-то создан насчет крематория, кремации. Работа есть работа. То есть, если и хуже работать, намного, например, в банке работать, намного хуже выдавать людям ипотеку под непромерные проценты. Вот так выглядит прах разной фракции. Из печи извлекаются осколки костей. Их остается от трех до пяти килограммов от каждого человека. Кремация была основным способом захоронения в античности. Огонь считался порталом в мир богов. Вынесли храброго гектора с горестным плачем трояния. Сверху костра мертвеца положили и бросили пламень. Брах драгоценный собравши, в ковчег золотой положили. Тонким обвивши покровом, блистающим пурпуром свежим. С приходом христианства кремация была забыта практически на тысячелетия. Вплоть до XVIII века людей хоронили в земле, как можно ближе к церкви. Самым престижным захоронением было место под полом церкви. То есть прямо в полу вытачивались мраморные плиты, помещались над гробом, и можно было ходить по этим могилам во время богослужения. Это не считалось исквернением. Наоборот, чем больше прихожан стоят на этих могилах и молятся, тем больше благодати получит такой усопший. Однако возможность быть погребенным в таких местах имела только знать. К примеру, многие высокопоставленные в Италии люди хотели, чтобы их похоронили в знаменитых катакомбах капуцинов. Это подземное кладбище под монастырем в Палермо. Кстати, в Музее мировой погребальной культуры в Новосибирске создали экспозицию, прообразом для которой послужила именно эта косница. В конце XVIII века в Европе вспоминают о кремации. В это время быстро растут города. Некогда отдаленные кладбища оказываются совсем рядом с жилыми домами, и это соседство с загробным миром вызывает страшные заболевания среди населения. Кремация превращается в защитный барьер на пути эпидемий. Первые крематории были открыты в Италии, Германии, Англии в конце XIX века. Вот, к примеру, кирпич одного из таких сооружений. Тогда процесс сожжения тел был похож на жертвенное шоу. Вы приходите в сад, в котором стоят статуи античных богов. Это итальянский вечер, закат. Люди с факелами приглашают вас зайти в здание. Вы заходите в роскошный дворец с лепниной, отделанный внутри мрамором, и там на столе лежит усопший. Открывалось жерло печи, и туда отправлялся усопший прямо в языке пламени. И, о чудо, это благоухание отдавалось новыми нотками, пряными. В то время не стеснялись мариновать немножко усопших разными специями, чтобы перебить возможные неприятные запахи. В России кремация до сих пор нечастое явление в похоронном бизнесе. В то время как за рубежом эту услугу выбирают от 35% во Франции до 100% людей в Японии, в нашей стране кремируют не более 15% умерших. Одной из причин такой статистики эксперты называют «недостаточное количество крематориев». А то и вовсе отсутствие подобной услуги в ряде регионов. Строительство таких учреждений затруднено в том числе из-за проблем в законодательстве. А сами нормы устарели и отличаются от общемировых. Впрочем, только век спустя, с момента открытия первого крематория в России, отношение к процессу кремации начинает меняться. Устроилась разная теория, что крематория будет доставать, какие-то там принадлежности, золотые зубы, еще что-то. Поэтому постоянно приходилось доказывать, что это не так. Нужно было делать видеокамеры, просмотровые комнаты, что люди до последнего могли убедиться. Но в сегодняшний день вот это помещение, просмотровая комната, когда люди присутствуют, она уже не имеет то значение, как строилось изначально. То есть нету сдачи у людей убедить, что оно так и есть. На данный момент, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что люди уже приходят из идеологических соображений посмотреть. Они уже действительно отдают дань уважения. Они хотят быть до самого последнего момента со своим близким. Сегодня крематории – это похоронные центры, где оказывают большое количество услуг. Сохраняют тела умерших, проводят санитарно-косметическую подготовку к похоронам и сами траурные церемонии. Востребованность этого способа погребения объясняется экономическими причинами, в том числе нехваткой мест на кладбищах. Тела, они разлагаются очень медленно. Их хоронят. И в некоторых странах есть такая культура эксгумации. Вот в Италии, например. Там их не хоронят тела навсегда. Их захоранивают на 5-10 лет. И через 5-10 лет их нужно эксгумировать и перезахоронить, потому что место нужно другим. Очень мало земли. И они тела эксгумируют, а тела не разлагаются. Почему? Потому что мы при жизни потребляем такое количество консервантов в пище, Е, вот те самые, что они даже нас консервируют, а не то, что пищу. Это реальная история. И тела стали медленнее разлагаться в земле. В этом, в том числе, причина того, что кремация во всем мире развивается стремительно. Как и много лет назад, прах после кремации помещается в специальный контейнер урну. Ее хранят до тех пор, пока родственники не решат, что с ней делать. В дальнейшем производится захоронение праха одним из разрешенных законом способов. В могиле в земле, развеивание или же захоронение в колумбарии. Это специальные ниши для хранения урн с прахом. Зайти в колумбарии, посидеть там, а затем погулять среди вечно зеленых деревьев, подышать воздухом и отдохнуть от городской суеты. Это продолжение отношения к смерти 19 века, когда за пределами городов выросли целые парки с прекрасными дорогими скульптурными надгробиями. И там увековечивали уважаемых людей, у которых остались последователи и потомки. Колумбарий – это составная часть парка памяти. Ячейка закрывается мемориальной плитой с именем и датами жизни усопшего. Нередко нишу оформляют при помощи стеклянной дверцы, за которой родственники размещают урну, фотографии, памятные вещи. В 19 веке люди были настолько сентиментальны, что не только возродили античные традиции, но и делили прах умершего между собой. Когда кремация заканчивалась, вы могли поделить между собой прах. С одной стороны, вы так, говоря современным языком, пиарили крематорий. Вы могли рассказать об этом необычном по тем временам способе захоронения своим гостям. Но и вы могли дать волю чувствам. Когда вы вспоминали, что с вами нет близкого друга, вы могли взять вот эту маленькую урночку и как бы ее погладить. Как будто этот человек рядом с вами, и это вас успокаивало. И в наши дни, когда люди забирают урны с прахами, многие тоже первое, что начинают делать, взяв урну, это гладить ее. Когда человек умирает, очень сложно подобрать нужные слова. Это нелегкая наука быть ведущим похорон. Наталья – церемонимейстер. В этой профессии она уже 10 лет. Сначала работала только ритуальным агентом, теперь совмещает две должности. В ее обязанности входит полная организация похорон, работа с документами и ведение самой церемонии прощания. Самое важное, говорит Наталья, это помочь людям пережить уход близкого человека, подарить кусочек своей души и тепла. И, конечно, правильно услышать клиента, ведь бывают и необычные пожелания. Обращается ко мне дочь покойной, просят о том, чтобы на покойную в гробу одели шляпу, вот в шляпу, одели солнечные очки и накрасили ее, но не стандартно. Она любила зеленые тени и такую ярко-красную помаду. И чтобы обязательно в зале прощальном играла музыка. Она говорит, мне все равно какая, пускай это будет веселая, добрая, какая-то зажигательная музыка. Вот у меня мама хотела, чтобы было именно так. Это нестандартно. И все люди, которые, представляете, часовое прощание, кто-то пришел уже на следующее прощание, все просто в недоумении смотрят. В процессе церемонии необходимо быть готовым ко всему. Знать, что сказать, если во время прощания возникла пауза. Вовремя утешить человека, а иногда и поддержать, причем не только на словах. И что бы ни происходило, самому оставаться психологически устойчивым. Но несмотря на большой опыт работы, иногда эмоции все-таки берут свое. Когда хоронишь 100-летних бабушек, ты понимаешь, что человек уже прожил долгую счастливую жизнь, в которой там внуки, дети, правнуки. Когда хоронишь детей, невозможно. То есть я до сих пор плачу вместе с родственниками, потому что нет этого чувства, когда тебе безразлично, что ли. То есть ты в любом случае сопреживаешь. Алексей копает могилы. Профессии 18 лет. Пришел в эту сферу еще студентом и остался из-за стабильного заработка. Главное здесь всегда быть в хорошей физической форме и следить за здоровьем. В день Алексей копает около двух могил. Глубина стандартизирована. Метр шестьдесят. А вот ширина зависит от размеров гроба. На копку могилы уходит примерно два-три часа. Это в летнее время года. А в зимнее время года может до суток уходить на копку могилы. После каждой выкопанной могилы производится дезэффекция лопат. Обычная работа. Слава психика здесь не работает. Люди не выдерживают. Ну, некоторые боязно как-то. Некоторые адекватно относятся. Как можно работать на кладбище? Единственный вопрос у всех людей. О своей профессии Алексей говорит спокойно, как и о похоронах. И даже готов принимать участие в конкурсах профессионального мастерства. Соревнования по копанию могил действительно существуют. И проводятся они, по словам организаторов, чтобы улучшить сервис в этой сфере. Главные критерии в такой работе быстрота и качество. Моя семья за меня не переживает, когда я нахожусь на работе. Ну, изначально, конечно, как бы в шоке все были. Но потом привыкли. Нормально. Свои плюсы есть. Свои минусы. Российские кладбища в своем большинстве очень отличаются от европейских, напоминающих музеи под открытым небом. Эксперты говорят о том, что дело не только в эстетике. Некрополи дают понимание значения смерти в социальной жизни человека. Однако современное российское кладбище имеет скомканную историю. Это связано с тем, что многие захоронения исчезли во время Великой Отечественной войны, дворянские могилы уничтожались после революции, а некоторые погосты исчезали вместе с миграцией людей. Таким образом, на городских кладбищах сейчас можно увидеть, как правило, достоверные захоронения советского периода с характерными цветами оградок и памятников. Зеленую краску было довольно легко списать, чтобы обойти органы борьбы с хищением социалистической собственности. Поэтому очень много зеленых могил по сей день мы видим на кладбищах. Это наследие советской эпохи. Был доступен медный купорос. Его разводили, чтобы получить синий цвет, точнее, такой голубоватый оттенок. Голубых могил не меньше. В СССР была особая стилистика надгробий – металлические пирамиды или бетонные прямоугольники. В послевоенный период похоронное дело остается неразвитым. Отсюда и большое количество самодельных памятников. В 90-х, начале 2000-х, все больше стали появляться дорогие надгробия – монументы из гранита и мрамора. Вместо скромных крестов – портреты братков с цепями купола церквей и даже Мерседес. Получает развитие так называемая гранитная живопись. Новая и старая символика смешиваются, возникает эклектика стилей. Сегодня русское кладбище – это квинтэссенция, своего рода новейшее зеркало нашего менталитета, а также культурного и бытового уклада. Кстати, еще одно наблюдение тех, кто по долгу службы следит за жизнью самого кладбища. Даже если на сами похороны сегодня люди могут не поскупиться, то вот трепетный уход за могилой – редкая привычка. Похоронила уже много людей. Обращаю внимание, хоронили в дорогом гробу. Были слова, были слезы, было много народу. Прошло там 10 лет, а памятника до сих пор не стоит у человека. Просто крест, который уже облез, нет ни таблички, ни креста уже. Просто, а где, где память? Нигде. Эксперты сходятся во мнении, что дело не в равнодушии, и такое отношение связано не только с отсутствием культуры памяти. Если отсутствие разговоров о смерти в материалистическом ключе я связываю с отсутствием привязанности к свободе слова, то бесхозность или вот такая безальтернативность хорошего кладбища я связываю с очень низким представлением о праве собственности. Ну, то есть, фактически отсутствием права собственности. Когда жизнь тебе объясняет, что реновация переопределяет твое право очень быстро, и даже реновации не надо, если ты покупаешь какой-нибудь загородный дом, и там нужно провести трассу или еще что-то, или вырубить лес, который у тебя являлся основополагающим элементом твоего дома, то не то, что тебя никто не будет спрашивать, но это даже и у тебя не вызовет удивления, что это произошло. Особое значение в жизни человека смерть приобретает именно в XIX веке. В те времена знали толк в искусстве скорбить стильно и с размахом. Этому предшествовала эпоха Средневековья с ее тяжелыми условиями жизни и смертоносной чумой. Большую популярность в искусстве приобрел специфический жанр «пляска смерти», который отражал идею о хрупкости и мимолетности человеческой жизни. В основе сюжета, который был воплощен в книжных иллюстрациях, живописи, резьбе по дереву, смерть, которая ведет танцующих людей разных социальных слоев в могилу. Позже, в XVI-XVII веках, появляется еще один самобытный жанр живописи эпохи барокко – ванитас, натюрморт, в центре которого изображен человеческий череп. Все это становится основой для увлеченности тематикой смерти в будущем. Отправляемся в викторианскую Англию. Именно там сложился настоящий культ смерти и траура. Произошло это после того, как королева Виктория потеряла своего мужа, принца Альберта. Он скончался в возрасте 42 лет от Тифа. Она прожила 82 года. Из них 64 она правила страной. И 40 лет до конца своей жизни она носила черные одежды, черный траур по своему покойному супругу. Именно королева Виктория утвердила черный цвет как цвет траура. Нужно сказать, что королева Виктория в период глубокого переживания, глубокой скорби, заточила себя в Вензорский замок и стала Вензорской вдовой. Именно в этом периоде она пишет свод правил, которыми должны были придерживаться люди, которые становились вдовами или вдовцами. Траур в те времена делился на три периода. В общей сложности скорбеть надлежало около двух лет. Появляется понятие траурной моды. Ее особенности перенимали и в других европейских странах, в том числе и в России. Перчатки, зонты, роскошные платья. В 19 веке вдовы были одеты с иголочки, и каждая деталь их образа была тщательно продумана. В 19 веке была культура дарения на похоронах. Как правило, дарили памятные кольца. Но когда это стало материально тяжело, люди стали дарить предметы попроще. Перчатки и носовые платочки. Перед вами перчатки именно траурные. Дарились они вот в таких перчаточницах. И еще незаменимый аксессуар, который лежал в этих коробочках, была распялка. Она использовалась для растяжения пальчиков, перчаток, чтобы дама, когда надевала ее, не порвала изделие. Ярким элементом культуры памяти вместе в гостиной. Рядом иногда помещали рамочку с генеалогическим древом семьи. Смерть – это прошлое. А когда мои родители не могли называть имена своих родителей, потому что они были репрессированы и расстреляны, и боялись этого сильно. И когда у поколений все обрезано, я как бы разговариваю, редко какая семья, какой семье посчастливилось знать про прабабушек и прапрадедушек. То есть вот эту линию. Я не говорю об артефактах каких-то, хотя бы фотографии. Но даже вот этой памяти нет. Счастье определяется, это старики чувствуют, оно определяется родом. То есть вы участник еще чего-то большего, чем вы. И если этого нет, то нет какой-то части вас, иногда очень большой. Это не зависит от того, вы в традиционном обществе живете или в современном. Похороны в викторианскую эпоху позволяли продемонстрировать семейный статус и материальное положение. Существовал и особый траурный этикет. Так креповые вуали были необходимы, чтобы скрывать слезы. Показывать свои эмоции тогда считалось неприлично. Из украшений в период траура можно было носить черный гагат – разновидность каменного угля. А вот, к примеру, специальные булавки для шляпок, украшенные перьями и камнями. Их использовали для крепления головных уборов на прическах. В XIX веке вот такая шляпная булавка могла быть длиной до двух метров. Представляете? Нередко такие шляпные булавки были в делах. Дело все в том, что шляпная булавка могла стать и орудием убийства. Нередко к шляпной булавке крепили послание «Тебе неверный». Так женщины мстили своим мужьям. В то время похороны были подобны торжеству. Интерес к таким вещам объясняется и тем, что в XIX веке похоронные процессии были частью повседневности. Специальная одежда, правила этикета, продуманные прощальные церемонии – это был особый язык, который позволял говорить о неизбежном. Но времена меняются, и сегодня редко кто устраивает пышные церемонии, следуя траурному этикету. Поэтому для некоторых единственная форма, которая позволяет говорить о смерти, как и много лет назад – религия. Религия дает язык для разговора о смерти. Она как бы погружает тебя в него, сохраняет. То есть она, с одной стороны, дает тебе слова, а с другой – такую защитную оболочку. Там есть подсказки, а что делать дальше. Ну, то есть, нельзя же вот рыдать все время, надо порыдать, и дальше что-то делать. И вот за счет того, что кроме языка есть система ритуалов, религиозный человек не просто адекватнее воспринимает смерть, но он и сохраннее по отношению к смерти, психически сохраннее. Особую роль играют обряды и ритуалы. Специалисты объясняют – это не просто традиции, а нечто вроде понятного алгоритма с конкретными действиями. Обряд помогает осознать свое место в мире без умершего. Происходит смена социальных ролей. В малых городах раньше гроб располагали на открытой машине грузовой, за ней мог идти оркестр. Ну, то есть какие-то вот эти вещи сейчас вымываются, особенно в больших городах, чего там, катафалк, еще что-то. Но общие нормы, они сохранились. Вы все равно либо к священнику, либо у вас есть отпевание, либо у вас есть гражданская панихида, собираются люди, у вас все равно есть стол поминальный, у вас есть к этому возвращение. За поминальным столом вы тоже ведете себя не бог весь как, а определенным образом. И именно это помогает справиться с горем. В 20 веке появляется такая научная дисциплина, как тонатология, наука о смерти, которая изучает ее причины, процессы и проявления. Длительное время под этим термином понимали именно медицинские аспекты. Сегодня проблема смерти изучается этнографами, психологами, социологами, экономистами, задается все больше вопросов о том, чтобы рассказывать о смерти с детства, как о естественном завершении жизненного пути. Я считаю, что ребенка нужно подготавливать. Похороны – это совместная какая-то семейная трагедия. Пускай лучше он понимает, что и вот горе, и все сплочаются, все друг другу помогают. Но это, мне кажется, в жизни ему пригодится. Современность привнесла свое понимание ухода из жизни. Сегодня форум памяти умерших становится больше. Они трансформируются. С развитием науки, технологий и отходом от традиционных ценностей появились новые способы похорон. К примеру, космические. Последние 20 лет модно запускать прахи в космос. Посмертный космический туризм. Если человек хотел побывать в космосе, то при жизни это получается уединиться. А вот после смерти отправить прах в путешествие на орбиту может каждый. Цена вопроса – порядка 3000 долларов. Прах будет вращаться вокруг Земли в специальной урне-спутнике. И потом сгорит в атмосфере. Есть еще вариант, чтобы прах запустили в космос на третьей ступени ракеты. В этом случае капсула с прахом отстыкуется от ракеты, когда будет падать третья ступень. И красиво, как такая падающая звездочка, он прочертит свой путь по небу. Есть и другой способ сохранения памяти – превращение праха в бриллиант. Для перехода одной формы углерода в другую алмаз используется высокая температура и давление. Из праха одного человека получаются вот такие два бриллианта. Таким образом практики памяти меняются. Современный человек мобилен, а значит, не каждый хочет быть привязан к какому-либо месту. В итоге становится важным сохранить образ покойного. Есть не только похороны по скайпу, но есть, допустим, мемориальные страницы в социальных сетях. То есть, некоторая виртуализация смерти как форматы памяти, как дополняющая реальность. Я не вижу в этом ничего плохого, поскольку это как мемы памяти, то есть, как некоторые элементы, которые позволяют тебе еще раз вернуться к тому прошлому, прошедшему. Но в любом случае смерть имеет отношение не с духом, а с телом. То есть, это телесная практика. И понятно, что переживание ухода значимых близких лучше личностное. Вся история человечества – это попытка ответить на вопрос, где заканчиваются границы жизни, тела. Что происходит с нашим сознанием после смерти, сегодня до сих пор загадка. Но мы знаем, какие физиологические процессы происходят с телом. И это пугает нас, вызывая отвращение и ужас. Как только сердце останавливается человеку, процесс останавливается жизненный, бактерии получают сигнал для того, чтобы тело поглотить. И вот этот процесс называется аутолиз, самопереваривание, самопоглощение. Так вот эти процессы, они происходят неизбежно. И буквально в считанные минуты после смерти они начинаются. Бояться смерти на биологическом уровне естественно. Однако есть и другая форма страха. Страх самой идеи конечности жизни. Его поддерживают культ молодости, идеального тела, развитие косметологии и пластической хирургии. Современный человек верит, что с достижениями медицины он сможет прожить долго. И все равно сама тема смерти остается мрачной. Открыто и легко говорить о ней не принято. А интерес к ней часто называют странным. Есть ведь еще и приметы, что не надо упоминать, говорить много о смерти не надо. Ну накликаешь беду. То есть вообще о беде говорить не надо. Есть и вещи, о которых лучше молчать. Тут просто забывают одну вещь. Если молчать, то должны быть ритуалы молчания. То есть когда мы говорим, не надо говорить о смерти, это не значит забвение смерти. А если у вас нет этих ритуалов, то у вас все проваливается. В крупных городах, говорят эксперты, близость смерти не ощущается так остро. Мы слишком заняты выживанием. Отчего она кажется далекой и будто бы нереальной. У человека словно нет времени остановиться и подумать. И остро присутствие смерти рядом ощущают те, кто столкнулся с невыносимым одиночеством. Я очень много говорил с людьми старше 80-90 лет. Это опущенные руки и разговор, зачем я живу? А зачем я прожил эту жизнь? И вот этот вопрос возникает, он как бы вот так, периодически. Тогда, когда смерть просто вынесена за скобки. То есть ну ее нет вообще. Ну и понятно, что что, покуролесил. И отсюда огромную, у нас обычно эту статистику не принято проговаривать вообще, к ней возвращаться, статистика самоубийств. Она высока и среди стариков. И она высока, незаметная даже. Потому что очень часто мы фиксируем, что люди умирают, но вот при всей немощи, отказываясь от есть. Ну то есть они просто как бы устают жить и умирают, потому что как бы так оставляют эту жизнь. Это практически самоубийство. Большинство из нас предпочитает не размышлять о собственной смерти. Даже тренд на осознанность здесь работает нечасто. И люди перекладывают все заботы о своем теле на близких. Нередко семья умершего так поглощена переживанием, что не в состоянии думать про сценарий похорон. Наставник мой, у кого я обучалась церемонии мистера, мне говорил о том, что похороны – это как в театре, как последняя какая-то пьеса, в которой я режиссер, люди, которые пришли, все мои помощники, кто помогает мне – это актеры. А самый главный актер – это человек, который умер. И мы играем в последнюю сцену, это для него. Все мы собравшиеся. Поэтому, знаете, я немножечко сначала была шокирована его словами. Думаю, ничего, какой театр, мы живем, это жизнь. Сейчас, по истечению какого-то времени, я вот чем больше работаю, тем больше убеждаюсь, что его слова где-то все-таки, ну, имеют место быть. Осознанный выбор способа похорон, их места, урны или памятника – это практика, к которой готовы не все. Однако именно такое отношение позволяет нам не вытеснять смерть из контекста жизни, не поддерживать культуру ее отрицания. Я бы хотел, чтобы меня похоронили. Но я бы прям хотел вот памятник сейчас поставить, я бы с удовольствием на своей могиле посидел. То есть это любопытное, экзистенциальное переживание. Современные технологии дают возможность обрести желанный облик даже после смерти. Похороны и подготовка тела к прощанию сегодня – это в том числе и возможность посмертного самовыражения. Последние два года появились тонатопластические операции. То есть если человеку нельзя было при жизни делать пластику лица или тела, то можно это сделать после смерти, чтобы запомнили человека таким, каким он или она хотели быть всю жизнь. Тот или иной способ погребения может отражать взгляды и принципы умершего человека. К примеру, желание не загрязнять окружающую среду. Кремация, конечно, востребована на сегодняшний день, но если мы говорим про ее актуальность, то у нее на сегодняшний день появились достаточно серьезные конкуренты. Это рассомация, мульчирование, это захоронение в виде гриба, когда в специальный костюм умершего одеваются, и он разлагается. Есть группы специальные для разложения, которые позволяют быстрее разлагаться. Никто из нас не знает, как и когда мы и наши близкие покинем этот мир. Это значит, что единственно правильного способа проживать утрату, говорить о смерти не существует, так же, как нет единственного верного способа добиться успеха и стать счастливым. Есть же форма не только разговорная, но и телесная. Вот это раскрепощение телесное и разговор через тело, то есть переживания. Есть разные форматы. То есть, начиная от классического танго, допустим, это тоже разговор о смерти на самом деле. И заканчивая, ну знаете, вот современные театры, как они называются, когда в черном четыре человека или шесть, из зала рассказывается история. Я забыл, как называется этот театр. Из зала рассказывается история, а эти четверо ее играют, как пантомима. То есть, в общем, разные формы. Как бы мы ни относились к смерти, искали бы ответы о ней в религии, философии и культуре, осознанность в обсуждении всего, что с ней связано, дает нам свободу быть теми, кто мы есть и кем хотим быть. И, как говорят в том числе психологи, идея конечности существования придает смысл нашей жизни. Мы понимаем, что пока у нас есть время, мы можем наконец-то решиться на нечто важное, чтобы нам так хотелось успеть. У меня никогда не было страха перед смертью. Сколько бы я ни думал, я не мог найти страх. Поэтому его ни больше, ни меньше стало. Некоторые люди, наоборот, боятся, ну, поработав или придя вообще сюда, они начинают, наоборот, бояться смерти. Да, есть такие люди. Есть такая статистика, что из всего человечества лишь 25%, то есть четверть всех людей, могут вообще думать, говорить, обсуждать, работать в теме смерти. Остальные либо не приемлют, либо боятся, либо ненавидят, либо отвращение у них вызывают. Вот здесь, видимо, работают те 25%, которые могут этим заниматься. Часто задают вопрос, вам не снятся ночью мертвые? Никогда не снились. Ни разу не было такого, чтобы после работы что-то приходилось. То есть я стараюсь работу оставлять на работе и не нести этот груз домой. Я не могу себя назвать религиозным человеком, верующим, но тем не менее, вот за моей спиной находится лурма с прахом. Я понимаю, что это уже не органические вещества, но до этого у них находились люди, и в этих людях в человеке была душа. Вот в моем понимании, что душа куда-то отделась, она вполне возможно присутствует здесь. Смерть же это и есть ощущение жизни, как граница жизни. То есть то, что вы... Зачем я живу? То есть а что с родителями? То есть кроме страха есть еще смысл базовой такой смерти. Поэтому она делает нас людьми. Отношение смерти – это как оргазм в сексе. Вот как вы к нему относитесь? К оргазму. Но то же самое и смерть. Продолжение следует...